Мы хороним тех, кто хотел жить и созидать на благо своих сограждан, кто собирался связать свою дальнейшую судьбу с нашей республикой. Врачи, учителя, пожарные, работники МЧС, работники коммунальных служб, тысячи моих земляков, которыми я горжусь, благодаря которым я все еще здесь. Я очень верю, что там, где они сейчас, им рады, что им хорошо, что подвиг, который они совершили, оценен не только на земле. Я очень надеюсь, что путь, который они прошли, приведет их к воротам рая. Этот концерт – попытка осмыслить происходящее событие настоящего времени. Исполнители, создатели спектакля живут в реальности, которую в новостях называют «Ведутся боевые действия». Что стоит за этими словами? Удивительное время для нас, для всех. Иногда задумываешься, почему я? Почему именно я сегодня и сейчас живу? И почему именно мне достались такие вот… Именно это время, когда в полном объеме ты не можешь жить, когда ты не можешь делать то, что ты привычно делал. Но я хочу вам сказать, что ответ совершенно простой. Ведь кроме нас никто не справился бы, наверное. Ведь именно мы те люди, которые можем, которые готовы справиться со всеми сложностями, которые стоят на нашем жизненном пути. Разговор со зрителем о чувствах, переживаниях людей, осмысление долгой вереницы дней, в которых любовь, творчество, рождение новых жизней, улыбки и объятия, встречи и праздники проходят под звуки канонады. Это уже история, которая вросла просто-напросто в жителей Донбасса. И она очень важна, что вот через то, что ребята нам представляют со сцены, для меня очень важно, чтобы мы находили отзвук именно в своих сердцах. Вот каждый зритель, где бы спектакль ни игрался, чтобы был этот отзвук, чтобы это было единое биение сердец. И мне кажется, что у дончан, у Донецкого театра «Кукол» это получилось сегодня. Я родился и вырос там, где почти половину года зима. Почти полгода снег. Масса моих жизненных воспоминаний. Детство, каникулы у бабушки, новогодние праздники, бережно укрытые белоснежные покрывалы. А миллионы людей в мире никогда не видели снега. На их ладонях не таяли снежинки. Они не катались в веселой компании друзей с горки. Не ощущали этот волшебный хруст от подошвы. «Кукольники» вообще такая братья на всем таком небосклоне театральных деятелей. Более плотные и тесно общающиеся между собой. Ну, так повелось, издревле, и мы этому очень рады. Вот. И более того, можно сказать и отметить то, что совсем недавно Донецкое региональное отделение Союза театральных деятелей стало частью 78-м региональным отделением Союза театральных деятелей России. Вот. Поэтому вот наше единство, наше сплочение, наша дружба и вот этот путь, который мы проделываем вместе, это очень важно и здорово. И мы всегда рады видеть и Донецкий театр кукол, и Луганчан. Есть небольшой театр кукол в Горловке, в Макеевке. Мы всегда рады видеть на сцене Рязанского театра кукол. В каждом театре, по крайней мере, Донецкой республики, должна быть такая постановка, которая будет историческая, которая будет доносить эту историческую правду. Ведь мы свидетели. Мы свидетели всех тех процессов, которые происходят. Все предыдущие годы, если бы не поддержка, и если бы мы не могли гастролировать, то, наверное, можно было бы забыть о театрах, в принципе, потому что мы не работали, не выступали. И благодаря зрителю Большой России, на самом деле, артисты остались в форме, и у нас была возможность сделать новые постановки и работать. А сегодня мы на общих основаниях уже подали заявку на большие гастроли. И у нас будут вот в мае и в сентябре большие гастроли. И мы с удовольствием поедем. Еще не совсем представляем, конечно, эти расстояния, которые необходимо будет преодолеть в рамках больших гастролей. Но мы с нетерпением ждем, и у нас есть новые постановки, которые мы готовы показывать. А если в целом говорить про интеграцию, то, наверное, театр кукол – это не тот театр, который нужно спрашивать об этом. Почему? Потому что у нас особая связь, у нас особое братство, это кукольное, которое не дает потеряться вне зависимости от границы, где бы мы и как бы мы ни существовали, мы всегда есть друг у друга, и мы всегда подадим руку и подставим плечом. В программу концерта входят чтецкие, пластические, вокальные, вокально-инструментальные и, конечно же, кукольные номера. 13 прозаических монологов, в каждом из которых проблема рассматривается под новым углом, отражая личное отношение артиста к теме. Сложность есть с теми вещами, с которыми мы сталкиваемся в первый раз. К примеру, вот пластические номера, физический театр, мы совсем недавно начали в этом жанре работать, и пока что у нас еще получается не так хорошо, как хотелось бы. Вокальные вот эти все моменты, мы уже относительно давно, но у нас в театре появились педагоги по вокалу, мы уже усиленно этим занимаемся, тут уже мы более уверенно себя чувствуем. А вот такие вещи, как пластический театр, это пока что нам еще чуть-чуть чуждо, но мы двигаемся в разных направлениях, хотим, чтобы театр был максимально разнообразным, разножанровым, поэтому вот не боимся чего-то нового. Родилась она из простой потребности, репертуару нужна была концертная программа. А вот то, о чем говорить, какой материал брать в этот концерт, тут уже больших вариантов не было, потому что процесс зародился весной 22-го года, и самое болезненное, то, что нас не отпускало и держало все наше внимание, это, конечно же, события, которые стали еще сильнее развиваться в худшую сторону, поэтому мы хотели говорить в первую очередь об этом и о тех годах, которые привели к сегодняшнему такому дню. Это уже не только горе Донбасса, а общенациональная беда. Я думаю, вещи, которые мы в концерте затрагиваем, понятны многим, и большая часть из них не нуждается в каких-то вербальных пояснениях. Все вербальные части мы оставили для личных переживаний, то есть это монологи, которые отражают отдельные какие-то углы, отдельную сторону этой нашей жизни последних лет в каждом конкретном человеке. А вещи более общие и понятные уже нам теперь каждому, кукла может сказать спокойно, без слов, и она будет понятна, она будет убедительна. В последние годы само существование, как и развитие Донецкого театра, определено именно гастролями, потому что работать у себя фактически невозможно. Под звуки канонады впервые увидели зрители в Москве на сцене театра Образцова. В Рязани третий и четвертый показ премьеры. Следующим городом, который увидит концерт, станет Липецк. А на май запланированы новые большие гастроли, уже на условиях членства Союза театральных деятелей России. Донецкий театр буквально на днях стал 78-м в списке СТД. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok